Педагогическая симфония. Учителя и воспитатели участвуют в конкурсе профессионального мастерства. Сделаем Ямал лучшим местом для жизни. Губернатор Дмитрий Артюхов подвел предварительные итоги сезона благоустройства. Женщины Муравленко поделятся своими ЗОЖ-историями. В городе стартовал конкурс «Модель здоровья». Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал в соцсетях, как преобразились за теплое время года города и поселки Арктического региона. В этом году в округе обновили и обустроили с нуля четыре десятка общественных пространств, подчеркнул губернатор. В населённых пунктах появились новые скверы, муралы и детские площадки. Масштабный комплекс работ выполнен на 15 объектах в рамках программы формирования комфортной городской среды. Самые серьёзные преобразования произошли в Лабытнанге, Таргасале, Муравленко и Ноябрьске. Объектами фасадных работ в этом году стало в пять раз больше многоэтажек, чем годом ранее. После ремонта здания стали теплее и наряднее. В 150 дворах выполнены работы по благоустройству территорий. «Радует, что инициатива добавить точек притяжения в северные города и посёлки часто идёт от самих жителей. Вместе мы сделаем Ямал лучшим местом для жизни», – отметил губернатор Дмитрий Артюхов. На протяжении недели в Муравленко будет проходить педагогическая симфония. Конкурс профессионального мастерства для учителей и воспитателей – отличная возможность заявить о себе, своих наработках и поделиться опытом работы с коллегами. Торжественное открытие конкурса провели в многопрофильном лицее. Конкурс профессионального мастерства учителей и воспитателей проводится в городе на протяжении трёх десятилетий. Но каждый раз педагогическая симфония звучит по-новому. Этот год особенный. По решению президента он объявлен годом педагога и наставника. А на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов объявил 23-й годом знаний. Восемь педагогов школ и 15 воспитателей детских садов на протяжении недели будут бороться за звание лучшего в двух номинациях – учитель и воспитатель года. Очень хотелось пожелать вам, уважаемые коллеги, открытий. Но новые открытия без возможности их применения теряют всю свою ценность. Поэтому я желаю вам бесценных открытий. Профессиональные испытания уже стартовали. Представители жюри уже познакомились с конкурсными документами участников. Это интернет-сайты, эссе и методические материалы. Для каждого этапа они разные, но нацелены они все на то, насколько учитель сумеет в своем конкурсном испытании проявить особенности собственной педагогической концепции, насколько он сумеет наладить общение с детьми, ну и раскрыться как личность. Далее конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Среди них открытые уроки и внеклассное занятие для учителей. А для родителей воспитатели детсадов проведут семинар. Среди участников педагогической симфонии как опытные педагоги, так и новички. Так учитель математики пятой школы Оксана Черткова пробует свои силы в таком испытании впервые. Она недавно приехала на Ямал по программе «Земский учитель». Я решила приехать сюда, потому что здесь у вас образование в приоритете, как бы очень много проектов образовательных, где не только дети принимают участие, но и сам учитель. Развиваешься, растешь. Для меня это очень важно. Для меня это профессиональный рост, это обмен опытом, это общение с знакомством с новыми коллегами, с детьми, где я могу поделиться своими такими-то наработками, своим опытом, увидеть что-то новое. Подведение итогов и торжественное закрытие педагогической симфонии состоится 27 октября. В этот день объявят имена лучших учителей и воспитателей Муравленко, которые представят город на окружном этапе конкурса. Татьяна Козырь, Нинокопа, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Совет Законодательного Собрания Ямала сформировал проект повестки очередного заседания парламента, которое пройдет 26 октября. В частности, будет рассмотрен региональный закон, устанавливающий правовое регулирование в сфере добровольчества. В преддверии заседания представители местного отделения партии «Единая Россия» провели встречу со студентами колледжа, на которой рассказали о законопроекте. Сегодня важным условием развития волонтерской деятельности является гибкое и системное правовое регулирование этой сферы. Новый закон будет способствовать не только решению проблем в сфере добровольчества, но и популяризации этой деятельности. Электрогазосварщику филиала «Ямалкоммунэнерготепло» Константину Рогальскому по указу президента присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». На крайнем севере Константин Рогальский оказался в 1985 году. Сначала приехали с супругой Галиной в Ноябрьск, но вакансий на тот момент в соседнем городе для них не оказалось. И Рогальские отправились в Муравленко. Здесь молодой газоэлектросварщик сразу нашел работу по специальности. Там три домика было. Тоже начиналось все. Вот начал с У-8 работать с Муравленко. Деревяшки мы все построили, можно сказать, отопление, воду. Потом пришло время увольняться с этой организации, потому что она распалась. И вот попал сюда. Уже в Муравленко родились дети Сергей и Юлия. Константин Эдуардович – любящий муж, отец и дедушка. В Ямал-Коммунэнерго он трудится 32 года, а общий трудовой стаж насчитывает более 40 лет. Человек ко всему привыкает. Холодно, конечно, бывает и грязно, мокро. Ну, приходится, работа такая. Так вот проезжаешь, вот это я строил, я строил, делал. Ну, не то, что строил, а внутри обвязывал. Отопление, все это вот. Ну, как бы, не знаю, гордость какая-то, да, берет. А сейчас потихоньку все сносится, да. Но зато новые дома строятся лучше, комфортабельнее, теплее, может быть. Тогда, в далеких 80-х, первопроходцам не раз доводилось работать в аномальных погодных условиях. Столбик термометра часто опускался до минус 60 градусов. Это мы когда дома варили, отопление в домах деревянных. Вот, было холодно. Поработаешь минут 5-10, греешься. Бытовки были. Вот так и работали. В километрах труб отопления и водоснабжения, проложенных в городе, есть доля труда и Константина Рогальского. Скромный труженик отмечен всевозможными высокими наградами. Его портрет дважды размещали на городской доске почёта. Сегодня Константин Эдуардович – ветеран труда и заслуженный работник ЖКХ не только Ямала, но и страны. А ведь было время, когда мечтал он о другой специальности. Я хотел, честно сказать, раньше на автокроновщика. Ну, модно как бы было, не знаю. Ну, набор уже прошёл и остался электрогазосварщик. Ну, не зря выбрал, видимо. Судьба. Всё, что не делается, всё делается к лучшему. Ну, вроде как, получается. Сегодня в Ямалкоммунэнерго трудится почти полтысячи человек. Это слесари и электромонтёры, операторы очистных сооружений и котельной, представители многих других рабочих профессий. Приходят на предприятия и молодёжь. Для них Константин Рогальский – надёжный коллега и товарищ. По мне-то кажется, что это один из лучших сварщиков, с кем я только мог бы работать. Как человек он тоже очень прекрасный. Ну, это не только ж моё это самое. Весь коллектив работает у нас хорошо. Из-за этого так получилось. Один-то что ты сделаешь. Ну, приятно. Хоть что-то заработал такое, стоящее за свою жизнь рабочую. Наталья Матюшкина, Юлия Сидорюк, Антон Иванов. Новости Муравленко. В Муравленко стартовал конкурс «Модель здоровья». Он проводится в рамках окружного межведомственного проекта «Женщины Ямала за здоровое общество». Каждая жительница города может стать участницей конкурса и поделиться своими навыками и достижениями по сохранению здоровья. Работу принимают в форме видеоролика, эссе с приложением фотографий или презентации до 15 ноября на адрес электронной почты с пометкой «Конкурс модель здоровья». Это может быть история своя, это может быть история семьи, как пришли к здоровому образу жизни, это может быть история, как избавились от пагубной привычки. Возможно, есть какие-то истории, как корпоративно повысили свою физическую активность. Возможно, есть проекты, которые хотели бы, скажем, реализовать в нашем городе женщины. Поэтому мы будем очень рады, если как можно больше женщин примут участие в нашем конкурсе. Жюри определит трех победителей и обладателя высшей награды гран-при конкурса. Лучшие истории будут опубликованы на официальной странице «Муравленковский день» во Вконтакте и в сообществе Окружного центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Ямал. Территория здоровья». Муравленко вновь стал площадкой для проведения окружных соревнований. В городе стартовало первенство «Ямала» по волейболу среди девушек. За медали борются спортсменки из семи муниципалитетов региона. Играют девушки по круговой системе. В расписании 21 игра. Сегодня в спортивной школе «Муравленко» прошло 4 матча. Сборная города встретилась с командой из поселка Ханеми. Игра завершилась в пользу нашей сборной. Торжественное открытие соревнований пройдет в пятницу. Итоги первенства подведут 22 октября. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте муравленко24.ру и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok